В Архангельской области возрождается и наполняется новым звучанием краеведческое и историческое образование. Ломоносовский фонд заключил соглашение о сотрудничестве с тремя школами Архангельска. Подробности в сюжете. Первый в России шеститомный учебник с атласом для учеников 6-11 классов Архангельской области. Это результат нескольких лет работы Центра «Ломоносовский дом» с 16 ведущими историками области. Это один из самых больших на территории Российской Федерации учебно-методических комплектов по региональной истории, который получил позитивные отзывы у ведущих методистов и ведущих историков нашей страны. И по нему теперь работают школы Архангельской области. Для учителей изданы и методические пособия. А основное отличие этого учебника для школьников от предыдущих книг – в глубоком изучении материалов по истории. И упор на наш регион, потому что, как правильно заметил Роман Юрьевич, что у нас целое поколение, наверное, детей выпало, да, они не знают историю Архангельской области. И замечательно, что вот это направление, оно возродилось. Первое соглашение о сотрудничестве с научно-образовательным центром «Ломоносовский дом» подписали директора 45-й и 77-й школ, а также 21-й гимназии. Благодаря этому их учеников обеспечат новыми учебниками. Смысл заключается в том, чтобы наполнить новым звучанием именно наше кровическое образование, историческое образование. Сегодня это первые школы, по инициативе школы, мы готовы сотрудничать. Смысл следующий, так сказать, мы сегодня создали учебно-методический комплекс по истории, и, наверное, сегодня нужно его использовать и уже наполнять содержанием те уроки истории, в неклассные часы, и в том числе часы, связанные, так сказать, с уроками важным. В перспективе у Ломоносовского дома расширение сотрудничества со школами не только в городе, но и по всей области. И, как говорил великий мыслитель Ломоносов, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего. Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29.